Продолжение следует... Братья и сестры, ангел Господень сказал, Христос воскрес! Христоса анвияд! По другому языке не будем говорить, и так все знают. Братья и сестры, объявление для детей. В 7.30 детский хор. В 7.30 детский хор. В 7 часов подростковый хор. Так что, пожалуйста, подростки в 7 часов, дети в 7.30 на спевку сегодня. Дальше будет объявлен другой распорядок. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил уста пропедников, благословил уста хористов, чтобы благословил все наши чаяния, которые у нас есть. У нас есть просьбы к молитве о больных, о том, чтобы Господь послал милость для спасения еще многих грешников, которые ходят рядом с нами, которые далеко находятся. Будем молиться, чтобы Господь пробудил еще многие тысячи и миллионы людей, которые не знают Господа своим Спасителем. Помолимся! Господь наш, благодарим Тебя, что Ты Тот, Который заботишься о всей вселенной. Ты установил Свои законы, и никто, и ничто не переходит их. Благодарим Тебя, что Ты послал в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, Который пришел в этот мир для того, чтобы умереть. Умереть за каждого грешника, взять на себя все грехи мира, быть распитым, умереть и воскреснуть. Благодарим Тебя, что эта весть, эта истина, которую мы проповедуем, которую мы говорим, утверждаем, она спасает и может спасти каждого, исповедующего Твое имя. Благослови, Господи, нас провозглашать о Твоем воскресении, о том, что Ты сделал для нас. Также просим Тебя, пробуди еще многих грешников, даже тех, которые, может быть, не имеют таких больших грехов, как убийства и прочее, но просим Тебя, чтобы Ты помиловал каждого человека, кто не исповедует Тебя своим спасителем, чтобы они покаялись, чтобы они признали Тебя своим спасителем. Благослови нас в этот вечер поклониться и прославить Тебя. Просим Тебя о всех больных, детях, старших, предаем Твоих руки и просим, помилуй и благослови каждого. Просим святого имя Иисуса Христа. Аминь. Христос воскрес! По истину 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 воскрес! Воскрес наш Христос! В своем первый стих 1, 464 номер. Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Семья, которая принесла младенца своего на молитву, пожалуйста, пройдут, и мы будем молиться вместе с ними. Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Приветствую вас, дорогая церковь! Христос воскрес! А сегодня семья принесла маленького младенца для того, чтобы Господь благословил, для того, чтобы мы с вами помолились и попросили Божьих благословений на дитя этого. Несколько вопросов вам, родители. Как его зовут? Матфей. Матфей. Богословен. Матфей. Матфей. А, Матвей. Матфей. Хорошо. Знаете значение этого имени? Подарок от Бога. Аминь. Аминь. Подарок от Бога. Действительно, дети есть и являются подарком от Бога. Кто-то сказал, что хорошо, когда они растут в чужом огороде. Я скажу, нет, не так. Все-таки, когда они есть, это действительно большое богословение от Господа. Еще один вопрос. А что подвигло вас назвать ребенка вот таким именем? Хорошо звучало по-русски, по-английски и по-постянски. Окей, хорошо. Вот это тоже важно. Вы знаете, я хочу сказать такое определение, что Господь, даже в Писании написано и говорит, что Господь, это действительно, Господь дает детей и назвал их подарком. И чем больше этих подарков в семье, чем больше вот этих благословений от Господа, естественно, с ними приходят трудности. Естественно, они требуют своего внимания. Когда они маленькие, они приносят радость. А иногда они приносят и в три часа ночи подъем. Иногда они тревожат своим маленьким голоском. Но все равно это счастье. Это счастье, дронное Богом. Когда они вырастают, иногда они послушны родителям своим. А иногда они обижают родителей. Обижают тех, которые воспитывали. Обижают тех, которые, может быть, ночами не спали. Сегодня пресс-семья принесла этого младенца. Я повторюсь, для того, чтобы Господь их благословил. Вы хотите, чтобы Господь благословил их, неправильно? Благословил вашего Матвея. Я хочу зачитать одно место священного Писания. Не буду долго занимать времени. Оно записано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 2 глава, с 22 стиха. Здесь написаны такие слова. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его, то есть Иисуса Христа в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Вот из этих трех стихов я хочу подчеркнуть одно слово. Одно слово, которое я хотел бы пожелать вам. Мне когда-то его пожелали. 23 стих. Был посвящен. Я надеюсь, сердце ваше не только для того, чтобы просить у Господа благословение, хотя это важно, не только физического здоровья, не только духовного благословения, материального, о чем мы тоже будем молиться, но очень важно ваше отношение перед Господом к этому подарку. Желаете ли вы его посвятить Господу? Посвятить Господу – это не просто сказать, Господь, я его тебе отдаю, и на этом моя работа закончена. Нет, Господь нам даровал эти подарки на время. И потом эти подарки он забирает. Эти подарки потом уходят от нас. И то, чему мы их научим в детстве, то, что мы вложим в сердца этих детей, когда они вырастут, если они слушались, если вы хорошо внушали им Слово Божие, они будут приносить плоды. Они действительно будут находиться в труде. Я помню в свое время, мне было 6 лет, когда мама привела нас в церковь, и нас тоже благословляли. Мне было 6 лет, и меня подняли на руки. Церковь молилась, моя мама молилась, а я думал, быстрее бы меня спустили с рук. 6 лет – это немаленький ребенок. До этого я был крещен в православной церкви. Но я благодарю Господа, что моя мама привела меня к Господу, что надо мной помолились, что попросили благословения Господне. Не только пресвятера молились, Диаконану молилась вся церковь. Я благодарю Господа, что слово, которое внушала мне мама моя, оно стало в сердце у меня. Сегодня я хочу, чтобы Господь благословил вашего Матвея, чтобы у него в маленьком сердечке в этом чистом сердечке, чтобы вы могли влаживать то доброе семя, которое Господь повелевает вам через Священное Писание. Мир, он всегда будет влаживать свое. Не хотя, но в мир будет вталкивать свое в разум, в сердце. Храните своего ребенка от мира, от вот этих вот злых влияний мира этого. Внушайте ему Слово Божие. Давайте мы совершим молитву стоя. Мы будем молиться в церковь. Молитесь также, чтобы это благословение было на младенца Матфея. Помолитесь вы, пожалуйста. Господь, я благодарю Тебя за Сына, Которого Ты даровал. Я благодарю Тебя за дар, Который Ты даруешь на некоторое время. Господи, я прошу Тебя, благослови Его, чтобы Он познал Тебя, как своего личного спасителя, чтобы Он шел за Тобою. И помоги мне вкладывать в сердце Его истину Твою. Благослови Его во все дни жизни. Будь с Ним, прошу Тебя. Я благодарна Тебе, что Ты по милости поступил со мною, Господь. Я благодарю Тебя также за церковь, в которой молилась, Господи, за Него. И сейчас услышь, Господь, молитвы всех нас. Аминь. Милосердный Бог, прежде моего прошения, хочу сердечно поблагодарить Тебя, что Ты некогда помиловал меня, призвал на путь свой, коснулся Духом Твоей святым и назвал своим детям. Благодарю Тебя за жертву Твою, принесенную на кресте Голговском. За церковь благодарю Тебя, за семью, за Леночку, за детей, за Матвея, который Ты подарил два месяца назад нам, Господь. Ты возложил на нас ответственность, рассказать Ему Евангелие. Помоги нам это сделать максимально, насколько от нас это зависит, Господи. Прошу Тебя, коснись его сердца, когда он повзрослеет, чтобы он был Твоим достоянием. Пошли ему Твое благословение от соска, храни от всякого рода зла. Благослови его физически, духовно, Господь. Пусть имя Твое будет прославлено в его жизни. Аминь. Дорогой наш Господь и Бог, мы пристали при Тобой в этот час. Ты добрый Отец, и Ты даешь благо любящим Тебя. Господи, мы благодарим Тебя за Матвея. Благодарим Тебя, Господь, за родителей его, которые принесли его на алтарь, Твой Господь, для того, чтобы Ты благословил. Они хотят его посвятить Тебе, на служение Тебе, Господи. Я прошу Тебя, Ты благослови. Вот это чистое сердечко, которое еще не познало ничего греховного, Господи, Ты защити. Ты благослови, Господь, и исполни его Духом Святым, когда он возрастет, Господь, в мужа святого, доброго, Господь, для служения Твоего, Господи. Ты оберегай его, Ты укрепи его физически, даруй ему здоровье, Господи. Благослови его материально, Господь. Благослови, Господь, родителей, чтобы они внушали Слово Твое в сердце его, Господь, и чтобы, когда он возрастет, чтобы он держался Слово Твоего до конца дней своих. Благослови, просим еще раз во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что благословения Твои никогда печали не приносят. Мы просим, Господи, открой окна небесные и излей благословения на эту семью и на Матфея. Тебе, единому, вечному, живому Богу, да будет слава, честь и поклонение. Отец и Святой Дух. Аминь. Хариста, пожалуйста. Аминь. 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 живой, что есть и что пройдет. Христос воскрес, нам радость в обеспечении, ее никто у нас не заберет. Христос воскрес, нехуй, дети, народы, восторгнула, бессмерт побеждена. Христос воскрес, свящаю, небосводы, от живой, этим радость нам дана. От живой, этим радость нам дана. И куйте в радости сердца спасенных, салом воскресе, возвещая месть. Христос, душами славы озаренный, смех победил, восстав Христос воскрес. Христос воскрес, нехуй, дети, народы, просторгнула, бессмерт побеждена. Христос воскрес, свящаю, небосводы, от живой, этим радость нам дана. От живой, этим радость нам дана. Христос воскрес, нехуй, дети, народы, просторгнула, бессмерт побеждена. Христос воскрес, свящаю, небосводы, Он живой, этим радость нам дана. Он живой, этим радость нам дана. Дорогая церковь, дорогие гости нашего собрания, дорогие друзья, я вас всех хочу приветствовать. Христос воскрес! Во истину! Слава, благодарность нашему Господу за то, что Он воистину воскрес. И у нас есть эта привилегия, быть Его учениками, быть Его последователями, живому истинному Богу. Я бы хотел, чтобы мы сегодня настроили наши сердца на молитву. Мы будем сегодня молиться. Я думаю, что когда мы размышляем о воскресении Иисуса Христа, нам есть за что благодарить Господа. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы вместе прочитали место из Писания, которое записано в первое послание Петра, первая глава с 18 по 21 стих. И мы после чего порассуждаем и будем вместе молиться. Первая Петра, первая глава с 18 по 21 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь». Хочу задать вопрос. Скорее всего, я отнесу его к молодежи, друзья. Вот молодежь у нас в основном, я думаю, что все уже начали работать. Кто-то парт-тайм, кто-то уже фулл-тайм работает. Представьте себе, вам на вашей работе босс вызывает, и он вам выписывает бонус за вашу хорошую работу. Сто тысяч долларов. Хорошая новость, скажите? Для меня бы эта новость была бы тоже приятной, радостной новостью, радостной вестью. Вы берете этот чек, и вы идете в банк, хотите его обналичить, а вам говорят, вы знаете, чек действителен, но вы его сможете обналичить только тогда, когда вы выйдете на пенсию. Молодежь, вам эта новость еще приятная, остается? Вы знаете, за время, пока мы выйдем на пенсию, есть все шансы, что мы можем потерять этот чек. Порой мы не знаем, где мы поставили телефон, положили телефон, ключи, где мы положили. Мы бывает, что забываем, где мы что-то ложим, ставим, и мы теряем некоторые вещи. И есть все шансы, что мы можем потерять тот чек. Казалось бы, он наш, но мы им не воспользовались. Но когда мы говорим, братья и сестры, с вами о Евангелии Иисуса Христа, мы с вами говорим о радостной вести тоже. Мы говорим о радостной вести, которая заключается в том, что нам не просто дан чек на 100 тысяч долларов, нам дана намного больше. Нам дана вечная жизнь в Иисусе Христе. И эту вечную жизнь мы можем получить сегодня, сейчас. Нам не нужно ждать, чтобы мы вышли на пенсию. И мы имеем эту уверенность, что когда мы будем в вечности, мы будем вместе с Иисусом Христом. И эту ту уверенность нам дает Иисус Христос. Евангелие Иисуса Христа, оно гласит, что благодаря именно спасительному подвигу нашего Господа Иисуса Христа мы с вами спасены от Божьего гнева. Мы с вами спасены от тех наказаний, которые мы должны были понести за те грехи, которые мы, может быть, даже и сегодня с вами по своей недостаточной любви к нашему Господу совершаем в наших мыслях, в наших делах. Но благая вещь заключается как раз в том, что благодаря Иисусу Христу, благодаря Его подвигу и воскресению мы с вами освобождены от этого. Евангелие Иисуса Христа гласит, что здесь и сейчас мы с вами можем получить оправдание. Это и есть благая вещь. Вы знаете, мы часто говорим, когда мы говорим о подвиге Христа, мы говорим часто о страданиях. Мы в четверг, у нас было служение, в пятницу мы вспоминали о страданиях, о том подвиге Иисуса Христа, который Он совершил. И, по крайней мере, раз в месяц мы говорим и вспоминаем о подвиге Иисуса Христа. Но, может быть, не так часто мы говорим о воскресении, но это очень важно, друзья, что воскресение Иисуса Христа является как раз кульминацией того подвига, который был совершен на Голгофском кресте. Это было завершающей частью того чудесного Божьего плана. И скажу более того, Евангелие не было бы благой вестью, если бы мы сегодня не говорили о воскресении Иисуса Христа. Ведь Евангелие, само слово Евангелие, оно так и переводится, радостная весть. Да, мы радуемся, что Христос занял наше место на Голгофском кресте, но мы еще должны больше радоваться, что Христос воскрес из мертвых. И мы имеем сегодня эту надежду, что мы когда-то будем вместе с Ним. И сегодня утром и вечером, когда нас приветствует Христос воскрес, мы все отвечаем воистину воскрес. И это слава Богу, когда мы соглашаемся с этим. Но когда мы говорим об этом, что же дает мне воскресение Иисуса Христа человеку, который живет в 21 веке? Что дает лично мне то, что Иисус Христос воскрес? Я бы хотел вместе с вами подметить три момента, после чего мы будем молиться. Итак, первое воскресение Иисуса Христа, оно доказывает истинность Его учения. Иисус Христос говорил о том, что Он пишет в Евангелии Иоанна, «Я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». История сегодня нам свидетельствует о многих философах, о многих лидерах, которые учили истине. Но только один Иисус Христос мог заявить и сказать, что Его учение является непоколебимой истиной. Только своим воскресением Он смог доказать, что именно Его учение является той истиной. И мы с вами блажены, братья и сестры. То, что мы следуем именно тому лидеру, Который на деле доказал, что Он есть истина. Потому что Иисус Христос является Сыном Божьим, Который сошел с небес. Он воплотился для спасения каждого человека. В Библии написано, деяние 4 глава 12 стих, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Итак, воскресение Иисуса Христа, оно доказывает истинность Его учения. И мы должны быть уверены в том, во что мы веруем. Потому что Христос доказал это на деле. Второй момент воскресения Иисуса Христа, оно доказывает нам, оно наполняет наши сердца оптимизмом и уверенностью. Что я имею в виду? После той крестной смерти на Голгофе, казалось бы, что тьма, беззаконие, смерть, они победили. Они одержали победу над любовью, над святостью, которые были присущи нашему Господу Иисусу Христу. И казалось бы, что со смертью Иисуса Христа пропала вся надежда. Как это похоже сегодня на наше время, в которое мы живем? Казалось бы, вот в этом видимом благополучии все нормально, ни в чем не нуждаемся. Но как много сегодня людей, которые не видят надежды, находятся в круговороте своих проблем, и они не могут вырваться из этих проблем, они не имеют никакой надежды, не имеют выхода, и они задаются этим вопросом, а есть ли выход сегодня? Дорогие друзья, братья и сестры, Библия говорит, что выход есть. Иисус вышел из самой безнадежной ситуации. Есть выход в Иисусе Христе. Иисус победил смерть. Иисус находился в самой безнадежной ситуации, и Он победил смерть. Он воскрес. И Он сегодня может дать тебе выход. Казалось, из той ситуации, которая может быть для тебя кажется безвыходной, но Иисус тебе может помочь в этом. Потому что воскресение, друзья, это победа жизни на смерти. Воскресение Христа дает надежду нам сегодня, христианам. Апостол Павел, в первом послании Коринфянам, 15 глава, 21-23 стих, говорит, Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. И тот факт, что Иисус Христос жив, Он позволяет нам сегодня, христианам, ощущать Его присутствие. Мы понимаем, и мы ощущаем, что Иисус Христос всегда рядом, и Он готов помочь нам. И третий момент, что дает нам воскресение Иисуса Христа, оно дает нам надежду на будущее воскресение и жизнь вечную. Это то, к чему каждый христианин стремится сегодня. Многие ученые сегодня пытаются найти эликсир бессмертия, или, по крайней мере, пытаются как-то продлить человеческую жизнь. Но, к сожалению, не к сожалению, может быть, никто не может этого сделать. Реальность такова, и сегодня Виталий Викторович нам говорил, что все мы подвержены смерти. Никто из человеков не может избежать смерти. И вы знаете, страх смерти, он зачастую связан с тем, что люди просто не знают, что их ожидает за той дверью, на которой вот такая таинственная вывеска «Загробная жизнь». Хотим мы этого или не хотим, друзья, загробная жизнь существует. Вопрос только, где я явлюсь? Буду ли я с Иисусом Христом? Воспользуюсь ли я тем правом, тем правом воскресения, которым, которое Иисус дарует мне? Или я буду пренебрегать Его? И я окажусь совершенно в противоположном месте? Воскресение Христа дает надежду тем людям, кто верует Него, кто верует всем сердцем. И существование человека, друзья, оно продолжается после смерти. И удивительно, что многие сегодня, они говорят, что верят в воскресение, но они не верят в свое собственное воскресение. Они говорят, что верят в Бога, но не верят в то, что Бог может воскресить. К большому сожалению, есть такие люди сегодня. Смотрите, что пишет Христос. «Истинно, истинно говорю вам, верующий Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут». Слава Господу за то, что мы с вами имеем эту надежду. Имеем эту надежду, что будет время, когда мы услышим глаз нашего Господа. И если мы будем даже мертвыми, мы оживем. Христос воскресит нас для новой жизни вместе с Ним. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, твоя душа создана сегодня, чтобы жить вечно. Для того, чтобы воскреснуть вместе с Иисусом Христом, тебе необходима живая вера. И да благословит Господь нас в том, чтобы мы, следуя за Иисусом Христом, сохранили эту веру в Его светлое воскресение. И также апостол Павел пишет такие слова. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснул из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Да поможет нам Господь жить для Бога. Аминь. Давайте мы помолимся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Аминь. 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 Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты победил смерть. Благодарю Тебя, Господь, за то, что смерть не могла Тебя удержать. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что через Твое воскресенье Ты утвердил истинность Твоего учения, Господь, и мы сегодня радуемся тому, что мы можем следовать за Тобою, за живым и истинным Богом. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Твое воскресенье наполняет наши сердца надеждой, наполняет наши сердца верой, то, что придет время, и мы будем вместе с Тобою той вечности, которую Ты приготовил для нас. Господи, помоги нам следовать за Тобою и быть послушными Тебе, Господь, послушными во всем, Господь, чтобы мы могли совершить Твою волю здесь на земле. Благослови, Господь, всю нашу церковь. Благослови, Господь, в том, чтобы мы могли исполнить то поручение, которое Ты оставил для церкви здесь на земле, чтобы мы сегодня шли и несли ту радостную весть тем людям, которые еще не слышали о Тебе, не слышали о том, что Ты тот, кто победил смерть, Ты тот, кто можешь даровать спасение, Ты тот, кто можешь даровать решение любой проблемы, Господь. Слава Тебе за это. Господь, помоги нам быть верными Тебе, и чтобы наша жизнь, наши дела, наши поступки, наши слова, они прославляли Тебя. И чтобы Ты был возвеличен, наш добрый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу! За меня, мой Христос, На землю спасенье собой принес, И хочет, чтоб каждый узнал, Что за Него ты на кресте пострадал. Я знаю, что ты живой, Я знаю, что ты со мной, Я знаю, что ты вечно был, Будешь и есть, будешь и есть. Ты за меня умирал, Ты за меня пострадал, И воскрес, хвала тебе и честь. Я знаю, что ты живой, Я знаю, что ты со мной, Я знаю, что ты вечно был, Будешь и есть, будешь и есть. Ты за меня умирал, Ты за меня пострадал, И воскрес, хвала тебе и честь. Ты для меня в мире зла, Надеждой встал, что меня вела, И если бы, Боже, не ты, Легко потеряться, Легко заблудиться в пути. Я знаю, что ты живой, Я знаю, что ты со мной, Я знаю, что ты вечно был, Будешь и есть, будешь и есть. Ты за меня умирал, Ты за меня пострадал, И воскрес, хвала тебе и честь. Я знаю, что ты живой, Я знаю, что ты со мной, Я знаю, что ты вечно был, Будешь и есть, будешь и есть. Ты за меня умирал, Ты за меня пострадал, И воскрес, хвала тебе и честь. Ты за меня умирал, Ты за меня пострадал, И воскрес, хвала тебе и честь. Мой Господь, хвала тебе и честь. Мой Господь, хвала тебе и честь. Мой Господь, хвала тебе и честь. Слушай, через час я буду дома Приготовляю любимое блюдо. Она хорошо говорит. Пока мы выходили с самолета, Я опоздал на несколько минут на автобус. И стоял, думаю, ай, не успел. Опоздал на два часа домой, Уже все холодное было. Но эта история с Марией, Она была другая. Мария, она пришла, Ко гробу она ждала Иисуса, Прошла и здесь вообще нет Иисуса. Она не просто опоздала, Его не стало. Я хочу спеть песню об этом. Пожалуйста, подпевайте, если знаете. У пещеры стоит печаль, Тихо плачет одна душа, А у гроба отвален камень, И исчезло тело Христа. Но вот ангел пристал перед нею, Ты во гробе его не ищи, Он воскрес, ты иди поскорее, И с плохою друзьям принеси. Воскресенье Христово Это чудо и чудес, Воскресенье Христово Нам открыло двери небес, Воскресенье Христово В нем спасенье Твоей души, Так прими же это слово, Ты к Иисусу посвеши. Все векуют моря и суша, Богу славу поют творцу, За такое спасенье свыше, Люди, пойте хвалу Отцу, Он дарует любовь без меры, Исцеляет наши сердца, И когда говоришь Ему веру, Торжествуя поют небеса. Воскресенье Христово Воскресенье Христово Воскресенье Христово Ныне день благодати настал, Приходите, и радость вам будет, Прославляйте Иисуса Христа, Среди мертвых Его не ищите, Та пещера пустая в саду, Лучезарном сиянии учитель, Воскресенье Христово Воскресенье Христово Так прими же это слово, Ты к Иисусу поспеши. Аминь. Аминь. Бог мир так возлюбил, Что Сына в мир послал, И через смерть Иисуса Жизнь новую нам дал, Из наших уз хвалу Ему мы вознесем. За чудный дар прощения Мы песню воспоем. Поем мы Аллилуйя, Его мы славим все, Господь наш Царь Небесный, Хвалы достоин всех, Пришел на эту землю, За всех нас пострадал, И в третий день воскрес Он Спасенье нам дал. Творец вселенной Он, Премудрый и благой, Великий Бог и вечный, Всесильный и святой, За нас Он жизнь отдал, Грехи нам все просил, Его благодарение И славу воздаем. Поем мы Аллилуйя, Его мы славим все, Господь наш Царь Небесный, Хвалы достоин всех, Пришел на эту землю, За всех нас пострадал, И в третий день воскрес Он, Спасенье нам дал. Аллилуйя, 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 Пусть вся земля поет, Аллилуйя, Аллилуйя, Иисус воскресенье, Иисус воскресенье, Поем мы Аллилуйя, Его мы славим все, Господь наш Царь Небесный, Хвалы достоин всех, Пришел на эту землю, За всех нас пострадал, И в третий день воскрес Он, Спасенье нам дал. Поем мы Аллилуйя, Его мы славим все, Господь наш Царь Небесный, Хвалы достоин всех, Пришел на эту землю, За всех нас пострадал, И в третий день воскрес Он, Спасенье нам дал. Аллилуйя, Аллилуйя, Пусть вся земля поет, Аллилуйя, 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 Иисус воскресенье, Аллилуйя, 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 Он воскресший Христос Он воскресший, чтобы правду нам дать Он воскресший, сквозь все через Его любовь Он пришел, чтоб нас спасать Он воскресший, да, Он воскресший Заисеть, у нас оправдал Вот за эту любовь, вот за эту кровь Я пою, Бог живья спасет Его кресть, Его смерть и святая кровь Пролилась на голкове за нас Он воскресший, да, Он воскресший, да, Он воскресший Заисеть, у нас оправдал Вот за эту любовь, вот за эту кровь Я пою, Бог живья спасет Воскрадим честному и во всякий час Воспоем славу из наших уст Пусть несется Ему, Богу нашему Иисус Христос, Он наш Он воскресший, сквозь все через Его любовь Он пришел, чтоб нас спасать Он воскресший, да, Он воскресший Заисеть, у нас оправдал Вот за эту любовь, вот за эту кровь Я пою, Бог живья спасет Вот за эту любовь, вот за эту кровь Я пою, он жив, я спасу, воскрес! Номер 626, давайте споем, стоя сном погребенного, спал мой спаситель. Сном погребенного, спал мой спаситель. Дня предреченного, ждал мой Господь. Смерть победив, он воскрес, воскресший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет, царству славы и вечному предела нет. Он воскрес, он воскрес, аллилуйя, он воскрес. Четно хранят они, Боже Христово. Смерть победив, он воскрес, воскресший всех врагов небес. Он воскрес, он воскрес, аллилуйя, он воскрес. Смерть победив, он воскрес, воскресший всех врагов небес. Смерть победив, он воскрес, он воскрес, воскресший всех врагов небес. Он воскрес, он воскрес, аллилуйя, он воскрес. Я хочу, братья и сестры, всех вас также поприветствовать в исламе. Христос воскрес. Занимайте, пожалуйста, места. Знаете, я бы хотел, чтобы наше размышление над этим праздником происходило, как бы, может быть, или началось с одного вопроса. Всем, зачем ангел отверз камень гробницы, молодежь, братья и сестры, зачем ангел отверз камень гробницы? Аминь. Он не отвелил камень для того, чтобы Иисус оттуда вышел, правильно? А чтобы Мария или другие ученики зашли и посмотрели, что там Иисуса нету. А Иисус давно уже вышел оттуда, даже когда там еще стояли, может быть, охранники. Охранники только тогда поняли, да, что Иисуса там нету, когда камень отваленный. А так они этого и не звали. Вы знаете, читая и анализируя эти все события, происходящие вот в этот последний день, очень много событий. И события такие, знаете, очень разные события. И складывая как-то смотришь то, что по всем действиям, которые предпринимают ученики, женщины, такое остается ощущение, как будто они не ждут воскресения. А наоборот, так как себя ведут фарисеи, книжники, как будто они ждут, что вот-вот он воскреснет. Они предпринимают всякие усилия, чтобы как-то это скрыть. Уже у них есть план, обман, а те даже себе, знаете, как-то по-другому ведут. И вот так все анализируя, думаешь, почему так? Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня порассуждали. Мы будем читать текст от Евангелия от Матфея. Виталий Викторович утром читал уже 27-28 главу. Я хочу продолжить 28 главу 7 стиха. «И пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, вот Я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братья моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Вы смотрите, что ангел и Иисус говорят одни и те же слова. Сначала эти слова говорит ангел, пойди, скажи. И потом эти же слова говорит Иисус. Я хотел бы еще, чтобы мы прочитали два стиха в конце этой главы. «Одиннадцать же из учеников, шестнадцатый и семнадцатый, одиннадцать же учеников пошли в Галилею». Они послушались, да? Женщины, видно, дошли. Сказали. «На гору, куда повелел имя Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились». Я сегодня хотел, чтобы мы немножко поразмышляли вот над этим отрывком, вот над этой историей. Мы видим здесь приготовление фарисеев, старейшин, римских солдат, и мы видим здесь какое-то особое или странное поведение учеников. Мы видим здесь два момента, на которые я хотел бы, чтобы мы заострили наше внимание. Это то, как приняли, я хотел бы больше заострить, конечно, на эти моменты, как приняли эту весть в воскресенье, или как увидели и отреагировали ученики. И написано, как мы прочитали, 28 глава, 16 стих, что одни сделали то же, что сделали женщины, когда увидели это, поклонились Ему. И другие это сделали. Но была часть, мы не знаем сколько, из 12, которые усомнились. И это говорит мне вот, что вот это действительно такие человеческие качества. Такое присущее только человеку сомнение. Здесь они видят учителя, который провел с ним столько времени, воскреший, для того, чтобы вспомнить все, что говорил. Кто-то поклоняется, а кто-то сомневается. Вы знаете, что даже концовка этих слов заканчивается одинаково. Сомнение, поклонение. Хочу обратить наше внимание на то, что первосвященники и старейшины не сомневались в том, что услышали от страж. Когда воины им прибежали, сказали, что камень отвален, тела нету, они сразу прибежали к плану Б, который был у них уже давно заготовленный. И мы смотрим это тоже здесь же в 28 главе с 13 стиха. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Как вот эта ситуация похожа на чисто такую человеческую, продуманную, да? Они, взяв деньги, не просто так, они им только дали слово, они им не только слово дали, что избавят, но они им еще хорошенько заплатили. А платят за что? За брехню или чтобы держали рот, да, от правды на замке. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между идеями до сего дня. И мы видим, что вот этот план Б, который уже был у фарисеев-книжников заготовлен, он уже был у них. Они знали, что если произойдет так, как он говорил, мы поступим вот так. И вы смотрите, к какому плану они пришли. Они ничего нового не придумали. Они воспользовались тем планом, который пользовался сатана в Эдемском саду. Это единственное, что принадлежит ему, это обман. И они этот обман не только как бы проплатили, но они еще и научили, и вот этот обман на протяжении всего этого времени идет с поколением людей и заводит их в заблуждение, как и грех. Скрывая свое поражение, грех, а в его лице и сатана прибегает к единственному средству, средству обмана. Обман и обольщение – это методы, которыми пользовался грех и пользуется грех на протяжении всего человечества, на всей человеческой истории. Так этот текст нам дает задумываться или ставит перед нами вопрос, почему же некоторые поклонились, а другие усомнились. Я бы хотел, чтобы братья показали одну фотографию, которую мы, может, очень часто ее видим. Она такая знакомая нам, знаете. Очень часто мы сейчас используем GPS, да, дирекшены, едем, 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 но бах, нет сервиса, GPS не работает, карты нету, куда-то ехать надо, дорога вот так, трекисты как поступают, или у них везде ловит GPS, да. И у нас сразу сомнение, а куда свернуть, направо или налево. И мы в таком баре не бывает, мы сворачиваем направо, едем, едем, mile 2, 3, мы однажды ехали с братом Виктором, едем, едем в аэропорт, оказывается, он в другую сторону, мы отъехали уже минут 20, потом возвращаемся, едем. И знаете, было сомнение у нас, точно было сомнение, что мы не туда едем. Приехали, опоздали, дети плачут, все, домой не попадем. Да нет, попадем, будет другой самолет. И вот так в жизни иногда сомнения, которые приходят к нам, они приносят нам определенные проблемы в жизнь. Но мы видим в Библии случаи, когда сомнение, оно приводило и к другим ситуациям. Если братья покажут вторую фотографию, и эту историю мы сразу узнаем, вот так почему-то художник передал вот это сомнение, да. И мы знаем, кто усомнился, да, мы знаем, Петр, да, он как-то усомнился и начал тонуть. И Иисус подал ему руку. Вот очень часто, спасибо, братья, очень часто мы как-то уподобляемся вот в своей жизни на вот эти фотографии, на вот эти примеры, они чему-то нас учат, знаете. Но после всего этого произошло очень интересное событие, о котором мы поговорим позже. Я хотел бы немножко, чтобы мы посмотрели, а как мир этот, неверующие люди смотрят на сомнение. Знаете, того человека, который очень много сомневается, просто в народе называют ненадежным человеком. Просто, такое простое определение, он ненадежный. Потому что он никак не может определиться, куда он, с теми или с теми, туда или туда. И знаете, в просто народе это очень просто его определили. Но есть и какие-то, может быть, медицинские или определения психолога. И вы знаете, очень часто нам, живя здесь на земле, приходится сталкиваться с этим. Мы от этого никуда не уйдем. Но Библия дает нам выход с таких ситуаций, из таких положений. И вот определение этого мира в состоянии сомнения или в отношении сомнения такое. Это слабость ума и неспособность адекватно анализировать и принимать решения в отношении чего-либо, а также эффективно воплощать эти решения в жизнь. Это так говорит этот мир. Сомнения абсолютно негативными, или вот в том самом плохом проявлении, в котором она только может проявиться, это разрушительная привычка человеческого ума. Знаете, это действует для человека разрушительно, очень плохо. И такой человек, он не способен к принятию эффективных решений. Знаете, такой человек никогда не пройдет на какую-то серьезную должность даже в этом мире. Когда человек не может определиться, в чем, верит или не верит, доверять или не доверять. Иногда, знаете, такие сомнения вкрадывались и в наши сердца, особенно в сердца молодежи, любит, не любит и так далее. Это сомнения. Это сомнения, и это присуще нам людям, и от этого нам никуда не деться. Но Библия дает нам выход, или Библия стоит выше сомнений. И Иисус Христос говорит, что дай мне руку, и я помогу тебе преодолеть эти сомнения. Есть в народе одно такое выражение, и оно, мне кажется, очень четко подчеркивает или показывает проблему. Сомнения – это как червь, который точит изнутри. Вы знаете, что если червь попадает в древесину, особенно там в Молдавии было, я помню, сколько там полы съедает, двери съедает, да, страдали очень многие от этого. Но если червь сомнения заходит в сердце человека, могут происходить очень нехорошие вещи для этого человека. Они будут его грызть изнутри. И может быть, знаете, как мумия или как структура вот такого деревянного ствола, вы очень часто видели, вроде бы как дерево подошел, бах, ударил, оно рассыпалось. Потому что червь его съел изнутри. Вместо того, чтобы решать задачу или выходить вот с этих сомнений, как прийти к цели, очень часто мы, люди, делаем опрометчивые поступки. Ум человека занят абсолютно бесполезным пережевыванием. Думаем вот так или не так, так или не так. И не двигаемся. Вот с той точки, в которую мы попали, мы никак не можем сдвинуться. Получится, не получится. Попробовать, не попробовать. Иногда нам кажется, что это просто тупик. В этом случае сомнение полностью блокирует здравость рассуждения. Да, тогда без помощи другого человека, ну, трудно выйти с такой ситуации. Знаете, иногда думаешь, ну, на что нужно заменить, или как нужно стремиться, чтобы этого нету. И, знаете, в мире тоже есть определенные советы, они дают, но мы видим также во свете Библии, как Библия выводит. Мы видим, как Библия, или как ситуации, в которую попали тогда ученики на Иллионской горе, вот те ученики, которые после, прошло определенное время, они вышли вот с этого сомнения. Это сомнение рассеялось у них, его забрал Бог с их сердца, дал им уверенность и твердость веры, потому что мы знаем, с какой силой они впоследствии пошли и начали благоветствовать верующим, не верующим о Иисусе Христе, о воскресении. Сомнение занимается не рассудительностью, не анализом, а скрытностью или пережевыванием фактов. Сомнение заменяется нерешимостью и уверенностью, только оно дает силу. Если только уверенность и решимость, только тогда, вот в этом мире человек, люди говорят, вы можете пройти через сомнение. Но у нас, у верующих, немножко по-другому сомнение заменяется на веру, которую Иисус Христос воскресший, он возобновил или как-то по-новому вдохнул в учеников, когда явился. По-новому мы видим, он вдохнул в тех женщин, которые шли, потому что они поклонились и возрадовались. Знаете, есть одно высказывание у людей по этому поводу, и Шекспир, многие читали его, он высказался, и очень трудно не согласиться с его высказыванием о сомнении. Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы и выиграть, если бы не боялись попробовать. Знаете, это смотря еще к чему это относить, но оно точно определяет. И вы знаете, я не знаю, сколько лет тому назад, но одно высказывание, которое я не мог, оно настолько меня затронуло. Это Рассел сказал, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а мудрые люди полны сомнений. Знаете, он как будто описывал ситуацию вот этого времени. Если мы наблюдаем, что сегодня происходит вокруг нас в мире, действительно трудно не согласиться с этим высказыванием. Откуда такая уверенность у глупцов и фанатиков, которые творят столько зла? Почему на стороне правды сомнение? Почему вот те люди, которые умны и могли бы что-то сделать, они сомневаются и ничего не делают? Тоже вопрос. Так же, как и мы задаемся вопросом, когда мы смотрим на реакцию учеников на Илеонской горе. Мы смотрели фотографию, когда Иисус подает руку тонущему Петру, да? И она вольно или невольно заставляет нас вспомнить эту ситуацию, что там происходило. Если мы посмотрим Матфея 14 глава 31 стих. Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Всем нам хорошо известно эта история, но я бы хотел обратить наше внимание, что сомнение Петра заставило учеников, тех, которые были в лодке. Это не их сомнение было, это сомнение постороннее или второго лица, можно так сказать. Но заставило других людей, которые на вот это смотрели со стороны, поклониться Господу. И признать силу Господнюю. И очень часто в жизни, может быть, мы тоже можем наблюдать такие картины, когда вот эта робкость, сомнение другого заставляет нас как-то еще больше и больше утвердиться в вере на Господа нашего Иисуса Христа. И мы через это прославляем Его. Потому что мы видим, что Господь велик преодолеть, или мы, может быть, когда-то прошли через это, и Он дал нам силу преодолеть такие сомнения. Так давайте будем стремиться к вере через сомнения, которые приходят в нашу жизнь. Чтобы эти сомнения ни в коем случае нас не останавливали. Знаете, может быть две ситуации. Когда приходят сомнения к человеку, человек может остановиться. Духовный рост останавливается. И пока человек не разберется с этим сомнением, он дальше двигаться не может. Хорошо, если он это преодолеет сам, или это нужна будет помощь близких, или это нужна будет помощь Бога, смотря к кому он будет обращаться, и какое сомнение в тот момент его будет одолевать. Но будет такая ситуация. А хуже, что может быть, если, как мы уже говорили, что вот этот червь изнутри, если его не вывести оттуда, он может толкнуть духовное состояние человека, или в каком-то деле человека, назад. Оттолкнет назад. Вместо того, чтобы двигаться, сомнение будет тем тормозом. Вы знаете, я когда размышлял над этими словами, и мы сейчас двигаемся в таком направлении, что эти сомнения не могут быть у нас по вопросу строительства. Не только по вопросу воскресения. Я надеюсь, что по вопросу воскресения Иисуса Христа сомнений ни у кого нет. Христос воскрес. И я не думаю, что среди нас есть такие мнения, как было среди учеников, что кто-то засомневался, увидя Иисуса Христа. Но в других вопросах, которые, живя здесь на земле, нам, хочешь или не хочешь, мы будем сталкиваться. Есть ли это сомнение, и как мы с этим сомнением совладаем? После призвания следует поклонение. Или наоборот, то же, что мы видим с учениками. После того, как они увидели Иисуса, что Он сделал, они Ему поклонились. Женщины, после того, как увидели, они поклонились. Или наоборот, поклонились, как признали то, что сделали ученики в лодке. Знаете, все равно, как мы это поставим, но очень важно то, чтобы было признание Господа нашего Иисуса Христа. Иисуса Христа — это источник силы над сомнением. Прилюдное или вот такое людное сомнение кого-то из наших близких или даже из нас, если мы с кем-то поделимся, и мы его пережили, оно может быть для прославления и для утверждения других. И, знаете, тогда встает вопрос, а те, которые поклонились, и вот мы поклоняемся. Каждый раз, когда мы собираемся на это место, для чего мы собираемся на это место? Многие скажут, ну, конечно, для того, чтобы на служение мы приходим, чтобы поклониться Господу нашему Иисусу Христу. И мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, когда Иисус Христос выводит израильский народ, избирает его, он учит их с самого начала, как нужно поклоняться Господу. Он не просто так сказал, построите скинию и все, но он сказал, построите скинию, какую скинию, что вы там должны были делать, какое курение должно было куриться в скинии, и оно должно быть только там. Не смейте никуда в другое место его использовать. Есть определенное поклонение, которое человек делает только перед Богом. В другом месте его нельзя делать, потому что, как тогда наказывался израильский народ за то, что в поклонение Богу вносилось что-то чуждое, так и сегодня, я думаю. То же самое происходит. Господь очень требовательен к тем, которые поклоняются Ему. А мы скажем, да нет, сейчас же такое время, все дозволенности, все возможности, каждый поклоняется Богу, как хочет. Нет. И мы увидим, что Библия не говорит об этом. Истинное поклонение исходит из нашего духа. И потому затрагивает всю нашу жизнь. Если оно исходит изнутри, оно не может затрагивать только какую-то часть моей жизни, и все, а дальше оно не касается. Нет. Если оно исходит изнутри человека, оно распространяется на все отрасли, на всего человека, на все, что он делает. Многие пытались, вы знаете, уже люди, как-то опровергнуть это. Они пытались поклоняться рукотворным всяким идолам и так далее. И кто-то пытался найти вот это, думал, что все, истинное поклонение – это в разуме. Кто-то думал, истинное поклонение – в воле. А кто-то думал, что истинное поклонение – это в эмоциях. И вы знаете, и каждый раз, когда эти люди пытались, они шли-шли, тупик и поражение. Дальше невозможно. Поклонение на основе разума – это тупик. Это попытка найти его с помощью знаний, которые не могут наполнить наш дух. Знания, они, да, нас как-то в эрудированности подымут, но наш дух будет также пуст. Он не будет иметь отношения с Духом Божиим. Поклонение на основе эмоций, когда человек такой эмоциональный, и он думает, что все поклонение, которое от него хочет Бог, исходит из этого, оно рано или поздно приведет этого человека к разочарованию и тупику, потому что оно не будет наполнять его дух, только дух, который имеет общение с Духом Божиим, может наполняться от Бога. Истинное поклонение исходит из Духа и позитивно влияет или положительно влияет на душу человека. Это только истинное поклонение. И вы знаете, что жизнь в Господе – вот это истинное поклонение, что открывает нам Священное Писание. И то, что мы видим из ситуации или из истории, которую мы хорошо знаем, она записана в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 21 стих. Помните, когда Иисус Христос встречается с Самарианкой у колодца? Ученики ушли, никого нету, никто им не мешает, и у них такая тихая беседа. 21 стих. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступит время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Понимаете, здесь очень важные слова, и Иисус говорит Самарианке, в которых очень много отражено нашего времени, времени, которое Иисус, предвидя, говорил ей. «Боги есть в Духе, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Другими словами, научит. Мы видим одна категория людей, которая поклонялась так, как она была научена. Эта женщина не виновата, может быть, что она так поклонялась, потому что так она была научена. Иудеи поклонялись по-другому, у них был храм, самарьяне поклонялись по-другому, храма не было, помириться не хотели и разделили. Вы знаете, что... Но это не говорит о том, что у них правильное поклонение. Иисус говорит, что и у тех, и у тех поклонение не то, будет другое поклонение. И таких поклонников будет видеть Бог. Другими словами, сердца истинных поклонников знает Бог. Люди могут выдавать себя за поклонников, люди могут притворяться в поклонников. Но только Бог знает, истинный это поклонник или не истинный это поклонник. Эта прерогатива сегодня принадлежит Ему. Это не может делать никто из людей. Но Иисус говорит четко и ясно. Не знаете. А почему они не знали? Что у них не было священного писания? Пророки были, но не знали. Не были научены. Или не хотели знать правильно как? Может по-другому поставить вопрос. Иногда на не знаем и скидываем то, что... А мы не хотим. Иисус, может быть, где-то затрагивает и эту сферу. Другой она говорит, знаю, что придет Мессия. Не знаю, почему так, но знаю, что придет Мессия, который научит, расскажет. Мы уже где-то видели такое. Мы видели то, что когда стража получила деньги, они говорили так, как были научены. И вы знаете, сегодня вот с этим мы сталкиваемся очень часто, христианство сталкивается, что люди, вырастая в том, чему они научены с детства, очень трудно изменить их подход к священному писанию. К любому, к чему-то. Даже если вот мы среднее поколение, кто-то пожилое поколение, и здесь уже молодое поколение. Вот почему так? А потому что мы так делали. Может быть, это может даже неправильно или не легче, а сложнее. Но вот потому что я всю жизнь так делал, буду так делать. Может, даже если есть вариант получше, они для меня неприемлемы. Потому что я так был научен. Это проблема. И мы видим здесь, это была проблема. Над этой проблемой нужно работать. Где-то смиряться, где-то учиться, где-то смотреть. И эта же проблема была и здесь. Здесь мы видим, Иисус говорит, что будет по-другому. Придет время. И в это время мы сегодня с вами живем. Время, когда поклонение по-другому. Здесь Иисус в этой беседе показывает четкую разницу между бесполезным, невежественным поклонением и поклонением осознанным. Особенно он это акцентирует в 23 стихе. Вы знаете, как-то можно разделить, может быть, поставить номера, какое-то, знаете, поклонение номер один, поклонение номер два, как угодно это можно сделать. Кто хочет, так и сделать. Но мы видим, что Библия открывает несколько таких направлений. Я хотел бы просто дать для нас вот эти направления, пускай мы, размышляя над этим, проверим себя. Осознанное, добровольное поклонение. Мы видим у женщин, мы видим у части учеников, мы видим у многих верующих, тех, которые при жизни принимают Иисуса Христа, принимают Его воскресенье и радуются в новой жизни, которую возрождает в них Иисус Христос. Ошибочное поклонение, то, о котором делает акцент Иисус Христос, те, которые научены были так и поклонялись, не зная, что это неправильно. Ошибочное поклонение есть, такое поклонение тоже имеет место. И когда мы читаем еще один текст апостола Павла, послание к римлянам, мы видим и еще одно поклонение, которое будет, ну, можно назвать его так, неизбежное или безвыборное. Ну, кто-то скажет, как это, неизбежное или безвыборное. Да, будет такое поклонение, когда все люди поклонятся, у них не будет выбора, и это будет неизбежно. Почему? Римлянам 14,9. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господ, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая или поводок, преткновению или соблазу. Апостол Павел говорит, и мы здесь видим, что воскресение Иисуса Христа открывает нам то, что будет еще одно поклонение. Пускай это будет не добровольное поклонение, пускай это будет не ошибочное поклонение, это будет неизбежное, когда все явятся на суд Христов, они увидят Ангца Закланова, и у них не будет выбора, они поклонятся, потому что, как здесь написано, он владыка над мертвыми и живыми. А владыки всем кланяются, мы знаем, кто такой владыка, да, это царство. У этих людей не будет выбора, но может будет момент уже, что бесполезно, это поклонение ни к чему их уже не приведет. Оно ничего не изменит в ихней жизни, но оно будет. Здесь мы видим, что священное описание или вот этот отрывок ставит перед нами очень один серьезный вопрос. Дорогой брат или сестра, признаешь ли ты сейчас его владычество в своей жизни, владычество Иисуса Христа, который умер, который воскрес и ожил, чтобы иметь. Он его имеет. Так как его не было во гробе, хотя камень был еще завален, его уже там не было, он воскрес. Так уже владычество его над всеми людьми, оно уже есть. Хотя не пришел еще час, но оно уже есть. Хорошо, что это осознание придет к нам и оно разобьет неверие нашего сердца и поможет нам осознать могущество от овладыки и быть в его числе слуг. Если не так, будет, как я уже говорил, третий вариант, о котором открывает нас священное писание по неизбежности. Но этот вариант не лучший, что может быть в выборе человека. Мы видим также, что тринадцатый стих он формирует или Павел ставит, священное писание формирует задачу нам. Он говорит, что так будет несмотря ни на что. Но ваша задача акцентироваться не вот на это, а на вот на это. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том или думайте о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Павел говорит, что сконцентрируйтесь на этом. Не концентрируйтесь полностью на сомнении, концентрируйтесь на Христе. Он поможет вам преодолеть сомнения и через это поклониться Богу. Знаете, иногда мы думаем, что мы идем на служение и думаем, что мы идем на поклонение. Поклонение и служение это две разные вещи. И человек, который задумывается об этом, он должен понимать, что служение есть служение, а поклонение и Богу есть поклонение и Богу. И вы очень часто заметите, что поклонение и Богу в повседневной жизни, вот то, к чему призывает нас Библия, оно происходит вне церкви. Если мы смотрим историю израильского народа, на поклонение шли в Иерусалим, в храм, потому что там нужно было приносить жертвы, там нужно было то, десятое и то делать. Все, в храме, им нельзя было это делать нигде, только в храме. Это было их поклонение. Но поклонение, то, о котором говорил Иисус Христос с Самарианкой, оно другое, оно распространяется, оно не имеет рамок какого-то, какой-то территории, не имеет рамок какой-то, это вся земля, но оно особенное. Я думаю, что все мы понимаем вот эту разницу. Служение это то, что мы делаем для других, или мы служим друг другу. Пример служения Иисус Христос показывает ученикам на тайной вечере, вот это служение, Он пришел послужить, когда Он кормит, когда Он исцеляет, Он служит нам. Когда мы поклоняемся, это то, что мы благодарим или исполняем повеление Господне в своей жизни. Только через исполнение Его заповедей можно поклоняться Господу. Так говорит нам Священное Писание. Посредством силы Святого Духа и через воскресение или через Сына Иисуса Христа, Которого послал Бог в мир. Знаете, истинное поклонение может выражаться разными способами. И Библия показывает нам много примеров. Я хотел бы только коснуться нескольких, чтобы мы были уверены, что у нас в жизни есть и служение, и поклонение. Если мы пройдем по некоторым местам Священного Писания, которые конкретно и четко подчеркивают это. Послание к римлянам 14-го говорит, что наше поклонение влияет, вот то, как я поклоняюсь Господу, влияет на отношения между нами. Вот как бы мы это должны понимать и осознавать, что когда я поклоняюсь, или если я поклоняюсь истинно Богу, мои отношения особенные с христианами, если нет, понимаете, это должен быть, как бы, может быть, один из индикаторов того, что есть правильное поклонение, или с поклонением что-то не в порядке. 15-я глава, 16-й стих того же послания говорит, что благовествие об Иисусе, о воскресении, погибающем этому миру, это одна из форм поклонения. Да и аминь. Также в Ефесином 5-10 говорит, что хождение во свете это угодное поклонение. Филиппийцам 1-1 также говорит о личной святости, когда человек заботится о личной святости, это угодное поклонение. Молитва за других это угодное поклонение. Тимофей говорит, благодарение это угодное поклонение. Вот это некоторые примеры. И мы посмотрим, что многие из этих вещей мы делаем вне церкви. Да, какие-то вещи мы делаем вне церкви. Вот это то поклонение, о котором говорил Иисус с Амрянкой, что оно изменяется, оно будет изменено самим Богом. Также Петр говорит, что праведное страдание или страдание за веру это тоже угодное поклонение. В нашей жизни производимая силой Святого Духа вот это поклонение к славе Божьей становится угодным поклонением. Об этом говорит также послание к евреям. Мы видим, итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благодарение и общительность. И вот эти те жертвы, которые Священное Писание говорит, они благоугодны Богу. Хвала, благодарность, добро, сделанное от всей души или от чистого сердца, желание поделиться с другим тем, что есть у тебя, а у другого нету. Все вот это это истинное поклонение и служение. Пасха. Это тот праздник, который может многие ждут, многие не ждут, но придет время, оно придет. И оно приходит из года в год, потому что это событие было. Оно имело место в истории Земли, в истории всех людей. Знаете, оно всегда будет приносить людям этот вопрос, потому что мы его видим здесь, в Священном Писании. Все люди, которые будут читать, они всегда, хотят они этого или не хотят, будут перед фактом, как я отношусь к воскресшему Иисусу Христу, как я преодолеваю сомнения, которые, поверьте мне, не закончатся после Пасхи, они будут на протяжении всей жизни. признаю ли я его владычество над временами, владычество воскресшего Иисуса Христа и благодарю ли я его за то, что он сделал через воскресение для каждого из нас. А если среди нас есть те, которых вот эти сомнения изнутри пытаются преодолеть, у вас есть возможность прийти к Иисусу Христу, который помогает преодолеть любые сомнения человеческие, потому что все, что он преодолел, это несравнимо с нашими временными ни страданиями, ни сомнениями. Если у кого-то не хватает, может быть, какой-то веры или силы, он говорит, как говорил Петру, дай руку, зачем усомнился, выводит из воды или, как сказал Фоме, дай перст, вложи, это я. Аминь. Будем молиться. Спасибо за субтитры. Аминь. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Аминь. Аминь. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты заботишься и о нас, об этом поколении, о тех людях, которые живут сейчас на земле. Твоя любовь как к поколению учеников, так и к нашему поколению не изменилась, не иссяклась. Мы благодарим Тебя, что Ты рядом и готов всегда помочь в сомнениях, притянуть руку помощи. Мы благодарим Тебя за то, что в воскресенье Твое мы видим победу. Господи, и видя эту победу, помоги нам полностью довериться Тебе. Я благодарен Тебе за то, что Ты в любви и милости в каждом дне показываешь нам свою эту заботу. Помоги нам благодарить, помоги нам служить теми служениями, которые Ты даешь каждому друг другу. Помоги нам также поклоняться Тебе, Господи, и поклоняться так, как Ты учишь, Господи, чтобы мы ничего не приносили своего. Помоги нам об этой вести говорить всем, кто не знает, Господи, и самим радоваться, чтобы эта радость наполняла наше сердце, что мы принадлежим Тебе, вечному, любящему Богу Отсутственному и Святому Духу. Аминь. Аминь. Он воскрес и возникло смятенье среди тех, кто Его сторожил. Потому что такое явление не видал ни один сторожил. Он воскрес и Его воскресенье принесло нам и радость и свет. Да звучит в городах и селеньях, и сегодня пасхальный привет. Где часы предрассветные темные, когда делалась ставка на ложь. Перемены свершились огромные, Бог явил свою правду и мощь. Он воскрес и его воскресенье принесло нам и радость и свет. Да звучит в городах и селеньях, и сегодня пасхальный привет. Он воскрес и его воскресенье принесло нам и радость и свет. Да звучит в городах и селеньях, и сегодня пасхальный привет. Сколько раз в того часа приказано с примирением наград и угроз. О воскресе молчать, но доказано этим самым, что жив наш Христос. Он воскрес и его воскресенье принесло нам и радость и свет. Да звучит в городах и селеньях, и сегодня пасхальный привет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пятница, суббота, воскресенье и так далее. До 30-го. Я так подумал, что мы все очень организованные люди. Я не могу сказать отрицательно ни об одном человеке, ни одном члене церкви. Что кто-то, ну так сказать, по-украински, байдуже. Поэтому я так глянул на тот листочек поста и молитвы, и у меня созрело откровение во время служения. Что все члены церкви, у нас 600 членов церкви, с 1 апреля все имеют дома телефонные справочники. Начиная с буквы А, кончая буквой Я. Вот 20 членов церкви, каждый день это будет 600 членов церкви. Даже арифметики не надо. Цыгане те выучили бы 2 на 3, 6 и умножаешь на 10, будет 600. Нас 600 членов церкви, начиная с буквы А, 20 я читал, 1 апреля поста и молитва. Следующие 20 в субботу, когда будет стройка. И кушать не надо, поста и молитва работать надо, и все будут в служении. Так что, пожалуйста, с 1 апреля по списку, по русскому алфавиту, по телефонному справочнику, с буквы А до Я по 20 человек, не больше, больше не надо. По 20 человек. Члены церкви. Если еще не члены церкви, это будет для вас бонус. О, кто-то сказал бонус, чтобы вы участвовали в посте и молитве. Ну и, как уже было сказано, стройка в субботу с 9 утра. Лопаты не надо брать, только хорошие обувь, твердая обувь, хорошие брюки, чтобы не рвались быстро. Теплые, потому что будет 34 градуса, то есть 1 градус тепла будет. Так что, пожалуйста, будем... Да, я когда мороз, так я всегда люблю в хате сидеть. Так что, пожалуйста, не забудем одеться потеплее, чтобы, как сказал брат утром, не замерзнуть нам. Итак, будем дополнять списки на строительство. Братья особенно, пожалуйста, кто имеет силу... Ты что-то хочешь сказать? А, ты уезжаешь. Хорошо, потом. Я думал, ты хочешь работать две недели подряд. Так что, пожалуйста, списки на строительство будем дополнять там, чтобы все было хорошо. Еще одно. Брат Борис Белый, где он? Подними руку. Вот он. Он утром и вечером напоминает нам, что все, кто хочет поучаствовать в приготовлении пищи, особенно сладкая, Вы обратитесь к сестре Любе Ткач, где она там есть. Если ее нету, по телефону позвоните, скажите, я в субботу принесу там, я знаю, сладкое. Я понял, что твердое будет у Бори, а сладкое у Любы. Так что, пожалуйста, сладости, кто хочет приготовить, подойдите или позвоните к сестре Любе и согласуйте с ней, что нужно приготовить. Объявлялось уже несколько времени, что у нас будет с 8 по 10 апреля Альянс. Он будет в Массачусетс. И у нас есть такое предложение. Уже записалось 10 человек. Надо еще человек нацать. Кто не работает на стройке, можно поехать до 50 человек на автобусе нашем. Вячеслав Иванович будет водителем, поэтому, кто хочет поехать на Альянс с четверга, это будет седьмое, часа 3-4, выехать и приехать туда в обед, после обеда, к вечеру, вечером там первое служение 8 числа и в воскресенье вернуться, чтобы вечером в воскресенье быть здесь и в понедельник на работу. Так что, пожалуйста, позвоните Вячеславу Ивановичу Яблонскому, скажите об этом, и будет организована поездка на Альянс. Молитвенные листки там есть у нас в Вестибюле, так что, пожалуйста, мы будем стараться прилагать к этому усердие. Итак, давайте споем пение 1467. Я это пение не знаю, но молодежь сказала, что нас научат, так что, пожалуйста, будем внимательны, все встанем, помолим, то есть споем, а потом Виталий Викторович еще сделает объявление. Хвалебные гимны воспойте, вы в день воскресенья креста, и радостно души настройте под знаком победы креста. Все в мире, смотрите, ликует пернатые гости и лес, пусть ваша душа не тоскует, Христос. Христос, ведь из мертвых воскрес, Христос, ведь из мертвых воскрес. Не будем безмолвными, братья, в день вечного счастья чудес. Все в мире откроем объятья, чтоб мертвый из мертвых воскрес. Забудем все скорби и лишения, и в песне сольем голоса, Чтоб детям тоски и сомнения, на землю сошли небеса, на землю сошли небеса. Чтоб наши восторги и пенье и эти пасхальные дни Бутили от сна населения, залитой слезами земли. Пусть громче и дальше несется наш голос в лазурную даль, Из песни природы сольется, рассеет тумана печаль, рассеет тумана печаль. Дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Я хочу сказать, сделать такое объявление. Это объявление касается пар, молодых пар или пар, которые поженились где-то с 2009-2010 года. Хочу пригласить это все пары, с которыми когда-то я проводил предбрачные беседы, начиная с лета 2009 года, я встречался с парами, которые готовились к браку, к браксочетанию. Я встречался с ними. Я хочу пригласить всех, начиная со следующего воскресенья. Это 3, 10, 17, 24 и 24 апреля. Все воскресенья апреля, после утреннего служения, мы с вами, хочу пригласить все эти пары, с кем я проводил беседы, на встречу. Мы встречаться будем в молодежной комнате, посмотрим там некоторый материал, после этого будем проводить обсуждения. Поэтому многие из вас, или думаю, что все получили приглашение, кто-то ответил, кто-то может быть еще нет, приглашаю каждого, или все пары приглашаю к этому. Мы останемся, будет у нас, наверное, пицца и чай, что-то такое. И чтобы мы могли говорить о укреплении семей, о укреплении молодых семей. Если каких-то семей нету здесь, вы, родители, знаете об этих семьях, передайте, скажите им, напомните им, вдохновите их тому, чтобы мы могли действительно проводить эти беседы. Вот это то объявление, которое я хотел сказать. Начиная со следующего воскресенья, уже сразу после утреннего собрания, мы собираемся в молодежной комнате. А сейчас давайте мы помолимся, мы в молитвах наших помолимся о Мае Ботнаре, о всех больных, о строительстве, о спасении наших родных, близких, родственников и всех, кого мы знаем. Также брат Виктор Носик просит помолиться о их поездке. Давайте помолимся Господу нашему. Спаситель наш, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам. Благодарим Тебя, что Ты любишь нас очень. Благодарим Тебя, Господи, что Ты воскрес. Благодарим Тебя, что Ты умер за наши грехи, стал жертвой, чистой, святой, прекрасной, самой лучшей жертвой. Ты не только умер, Ты воскрес. И мы благодарим Тебя, что кроме других бенефитов Твоего воскресенья мы имеем. Самое главное, Господи, это то, что мы можем молиться сейчас Тебе. И Ты слышишь нас. Мы обращаемся не просто в небо, а мы обращаемся к живому Господу, который присутствует с нами, который слышит нас. Без Тебя мы были бы одиноки. Без Тебя было бы трудно, темно. Без Тебя было бы очень тяжело прожить эту жизнь. Поэтому мы благодарим Тебя и от всей души. Мы признательны Тебе за Твою силу, за Твое воскресенье, за то, что Ты совершил спасение. И это спасение включало не только смерть, но и воскресенье Твое. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя за эти служения, за утренние, за это служение. Благодарим Тебя за всех, кто участвовал. Благодарим Тебя за то, что Ты предлагал нам так много пищи для размышления, пищи духовной. Господи, просим Тебя, помоги нам быть не просто слушателями забывчивыми, но исполнять Твою волю. Благослови каждого. Молюсь Тебя о всех семьях наших, о молодежи, о детях, о подростках. Господи, каждого благослови. Мы молим Тебя о нуждах, которые есть у нас. Господи, мы приносим на руках молитвы. Вот и просим Тебя за всех больных. Просим благослови Маю. Пошли исцеление, пошли милость Твою. Молим Тебя о всех больных, и молодых, и пожилых, кто болен в нашей церкви. Ты знаешь каждого. Я прошу милости Твоей на каждого из них. Я прошу Тебя благослови, Господи, это начинающееся строительство. Молим Тебя, помоги, чтобы все прошло с Твоим благословением. Господи, мы, несмотря на то, что путь уже прошли, мы так же трепетно начинаем этот новый этап. Мы начинаем это не с гордостью какой-то, не с каким-то превозношением, что мы это уже делали, но начинаем это со смирением и сокрушением, понимая, насколько велико это дело. И мы просим Тебя, Господи, Ты иди с нами. Мы просим Тебя с самого начала, Ты благослови нас, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил нас от всяких повреждений, от всяких падений, от всего того, что может произойти на стройке. Господи, сохрани нас. Мы просим, чтобы Твоя благодать была над нами и с нами. Мы просим, чтобы Ты защитил нас также, Господи, от всяких людей, которые могут замышлять злое. Мы просим Тебя также, чтобы Ты послал нам благоволение в очах города, в очах соседей, в очах правительства городского, чтобы Ты шел с нами и благословил все эти документы, все то, что нужно еще сделать. Мы просим Тебя, благослови братьев, которые будут трудиться, благослови сестер, которые будут готовить. Мы просим, благослови братьев, которые несут ответственность непосредственно за выполнение работ. Благослови нас всех, Господи, чтобы мы могли вдохновлять друг друга, помогать друг другу, чтобы мы могли действительно переживать о деле Твоем, о церкви Твоей, и чтобы мы могли прилипляться к Тебе. Благослови нас, Господи, прошу Тебя. Благослови также и наших родных и близких, которые еще не знают Тебя. Господи, мы переживаем за каждого из них, потому что мы понимаем, что если они не примут Тебя своим Господом и Спасителем, они просто не могут надеяться на свои силы, на свои достижения, на свою доброту, потому что вся наша праведность, как запачканная одежда. В день, когда мы будем стоять перед Тобой, никто не оправдается своей праведностью, но только Твоей праведностью. Поэтому помоги нам, Господи. Благослови всех тех, всех наших родных и близких, которые еще не приняли Тебя своим Господом. Благослови, стучись в их сердце, Господи, а нам помоги не быть камнем преткновения, но наоборот, помочь им. Благослови, Господи, просим Тебя, каждого члена церкви, благослови вот и семью Виктора Носики, их путешествия, благослови, храни их, оберегай. Благослови нас всех, Господи, когда мы будем расходиться отсюда, храни нас в пути к домам нашим, оберегайся, храни, Господи, помоги, чтобы мы были светом и примером везде, где мы будем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет с нами вечно. Аминь. Христос воскрес! Субтитры подогнал «Симон»